Продукты долгого хранения, что стоит иметь в запасе каждому. ТОП-5 данных групп продуктов. Да, существует пять групп таких продуктов, и две из них это то, что хранится может вечно, по крайней мере столетия. И это было подтверждено практикой, а практика это критерий истины. И во все века и тысячелетия первые две группы были продуктами стабильности и главной мерой благополучия и достатка, а также условием выживания во все века. Начну я с них, а завершу тремя группами продуктов уже, которые были нам открыты и теперь доступны благодаря технологиям 20-21 веков. В конце видео я расскажу о заморозке как о отдельном виде сохранности, а также порекомендую вам очень важные видео. Итак, начну с первых двух групп, как и обещал. Первая группа это зерно различное. Наверное, вы слышали, что пшеницу находили даже в египетских пирамидах, в амфрах, и оно потом прорастало, ну, частично, естественно. Удивительно, но спустя тысячи лет зерно было живым, то есть не потеряло способность к прорастанию, и это просто исторический факт. Итак, зерно при правильном хранении способно обеспечить на века, на поколение вас и ваших потомков продовольствием, если что. Тем более, его можно прорастить, возделывать, ну, то есть понятно, насколько это важно. Недаром в древние времена злаки были основным источником меры стоимости других товаров и услуг, то есть вместо денег. И вы, наверное, представляете, в условиях войн, голода, какую стоимость начинает приобретать то, что можно есть. Тем более, если чего-то произвести нельзя и завести тоже, то есть то, что уже есть. А то, что есть в наличии, это должно долго храниться. Итак, мы опять приходим к злакам. Не обязательно размалывать и делать хлеб и так далее, а ведь можно и проращивать. Вот тогда будет самая большая пищевая ценность. Ведь при пробуждении зародыша и прорастанию зелени сложные соединения распадаются на более простые, синтезируется огромное количество витаминов, многих из которых в 20-30 и более раз больше, чем находилось в спящем зерне. Более того, при проращивании происходит уменьшение количества белков лектинов, которых много в злаковых культурах, а это белки, которые вызывают воспалительные процессы в организме, и, соответственно, проростки в этом смысле более полезны. Более того, такого зерна в пророщенном виде надо в десятки раз человеку по пищевой ценности и по потреблению в день меньше, чем если что-то сделать из этого зерна, например, муку, далее хлеб и его есть. Это тоже факт. Во времена неурожаев голода, как это было много раз в истории человечества, ну, скажем, в самом начале 17 века, огромный был многолетний голод и в Европе, и у нас в стране, когда из-за взрыва супервулкана миллиарды тонн пыли поднялись в атмосферу, и несколько лет были дожди, был холод, и даже летом замерзали реки и в Европе, и в России, то люди выжили благодаря запасам зерна, которых все-таки хватило, хотя и не на всех, ну и потом все-таки смогли люди высадить, получить новые урожаи, победить голод, и даже забыть про эти катастрофические времена. А вот какова тогда была цена зерна, или, по-другому, еды? Ведь практически все остальное пропало, а вот те, кто имел амбары, запасы, ну, что называется, как сыр в масле катались. Правда, непорядочные люди, жадные, в десятки и сотни раз поднимали цены, потому что понятно, как вспомнить недавние времена блокады Ленинграда, например, когда люди за горсточку еды, за буквально буханку хлеба отдавали, драгоценные картины, бриллианты, золото, фамильное серебро у кого что было, потому как цена и стоимость в те времена совершенно по-другому выглядело. И ценности менялись. Запасы, и это разумно, делать надо всем, и в наши дни. У меня было видео, где я подробно об этом говорил, почему. Пусть все будет прекрасно, но мало ли что. Как говорится, злаки кашу не просят, а вот напротив, дать кашу эту самую, да, если так перефразировать, вам могут и дадут. К тому же они не портятся, но пользуйтесь, то есть не только в реальном времени, но сделайте запас, я советую, ну, хороший, вперед, на всякий случай. Постепенно тратьте, купите еще год-два спустя, ну, большой запас, а этот, ну, чтобы свежее вырожай был, старый, потребляйте. Какое главное мерило качества зерна? Прорастает? Все, отлично, значит. Кстати, это касается и критерия заморозки. Некоторые люди, конечно, глупости, но говорят, мол, заморозка убивает пищевую ценность. Ну, какая же это глупость? Объясню в конце почему, хотя, по-моему, и так уже очевидно, да, по крайней мере сейчас, когда я как бы пояснил, завесы снял, критерий дал главный. Ну, сохранность. Разных видов злаков, дорогие друзья, более 20 видов. Посмотрите вот это видео о правильном хранении, о том, как мы это делаем. Какие у нас есть злаки, псевдозлаки и крупы? Вот это видео. Так, с зерном ясно. Крупы. Ну, крупы это перемолотые злаки, поэтому, поскольку они дроблены, то уже идет связь с кислородом. Кислород разрушает отчасти питательные вещества вместе с кола. И потому идет окисление. Значит, крупы хранятся не так долго. Я имею в виду те, которые были размолоты изначально, злаки. Они стали крупами, и вот хранение их 2-3 года в хороших условиях. Ну, мука хранится сама по себе недолго, до года. В идеальных условиях, ну, можно и больше, но все же неправильно. Идет уменьшение пищевой ценности дальше. Ну, хлеб хранится, если он не заморожен, конечно, недолго, сами знаете. А вот сухари, правильно высушенные, ржаные, до двух лет. Ну, а теперь вторая категория продуктов, группы, это мед. Казалось бы, мед и мед. Ну, медов много видов. Про мед у меня было вот это главное видео. Я вам советую его потом посмотреть, но в двух словах так. Это второй уникальный продукт вечного хранения. Ну, вечного в кавычках, хотя речь опять-таки идет про столетие и тысячелетие. Если мед, например, из сот или из языков, то есть это те самые только природные соты, которые в природе пчелы строят, если человек изначально не сделал рамки и не загнал, что называется, деятельность пчел в рамки, уже в переносном смысле, то тогда строятся языки. Или хранятся языки, их можно, например, обтянуть стретч-пленкой, скажем, чтобы не высушивались, и убрать в холодное сухое помещение, то это вечное хранение. Или же убрать в дубовые или иные, скажем, осиновые какие-нибудь колоды, бочки, катки, убрать опять-таки в сухое холодное помещение, в подвалы проветриваемые специальные там, да, то это столетие и тысячелетие. Либо эти соты, либо рамки давятся. Мед этот помещается только не в пластик, а именно в стекло. Банки закручиваются, закрываются плотно, чтобы воздуха не было. И вот это уже хранение даже во влажных подвалах, но в холодных. И когда нет солнца, света, тепла, то это тоже столетие хранения. По большому счету, в критических ситуациях эти две группы продуктов, то есть зерно и мед, не только спасут жизнь, но и на этом, тем более если зерно проращивать, можно жить долгие годы и десятилетия, не потребляя другую пищу. Вот основа основ. Вот главное, на что стоит обратить внимание. Кстати, сразу уж скажу, и это да, конечно, реклама, но разве она отменяет ту истину, которую я сказал? Ведь можно купить не только у нас, а что хотите и где хотите. Пусть даже любую химию за копейки. Но у нас зерно биоорганическое и уникальный мед. Есть даже от старобрядцев Алтая, от наших разных друзей, из экопостелений. То есть тот мед при производстве ульи не обрабатывают химией. Поля или леса, где пчелы берут нектар, у цветков тоже не обрабатываются никакой химией. И даже есть перезимовавший в колодах мед, про который вот в том моем видео о меде я подробно рассказывал. Это очень ценные знания. Посмотрите это видео, еще раз вам рекомендую настоятельно. Ссылки я оставлю под этим видео. И на видео, которое я рекомендую посмотреть. И на эти продукты, на наш уникальный мед, на уникальное зерно, но это отдельный сайт. И на прочее, о чем я вам скажу далее. Ну что ж, про зерно, мед, все ясно. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то по крайней мере будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. А теперь еще три группы продуктов. Ну, конечно, я не буду говорить про банальные вещи, вроде соли, уксуса. Ясно, что они хранятся вечно. Тем более, про сахар говорить не буду. Но это же не продукты питания. Это, скажем, в лучшем случае, компоненты продуктов питания. Добавки. Но не сами продукты, не так ли? Тем более, сахар вреден, а если есть мед, то, как говорится, это уже совершенно другое дело. И это по большому счету правильно. Ясно, что сахар дешевый. Ясно, что его можно брать в запас. Но хотя бы даже на случай чего. Обмен, продажа. Это понятно. Итак, три следующих группы продуктов. И это продукты, что называется, 20-го и 21-го века. Третье. Молекулярная вакуумная сушка. Ну что ж, это абсолютная сохранность питательных веществ, всех минералов, витаминов долгие годы и даже при правильном хранении десятилетия. Это действительно долгий срок хранения и высокая пищевая ценность, которая будет полностью сохранена. Более того, понимая, что это очень и удобно, что называется, просто залей воды теплой и все готово, мы производим уникальные, во-первых, супы, их много видов, каши, смузи, молекулярные сушки травы, например, сныть крапива, лопух лебеда. И недавно стали производить порошки, готовые, по сути, вторые блюда, то есть, которые просто заливаются теплой водой, горячей водой, размешиваются и все готово. Например, вот эти основы, то есть, сухие, по сути, но будущие, когда зальете водой, котлеты. И я хочу подчеркнуть, это веганские, при этом абсолютно содержащие в себе в своем составе все незаменимые аминокислоты и так далее, полноценные продукты. Продукты полезные, которые не подверглись высокой термообработке, вообще без термообработки, ну, до 35 градусов, скажем так. Потому что именно эта технология молекулярной вакуумной сушки позволяет делать такие продукты при низких температурах. Соответственно, вам и не надо заливать кипятком, чтобы не убить всю пищевую ценность. Достаточно 70 градусов и все будет вкусно. Как, например, вот это картофельное пюре уникальное. Попробуйте приобрести у нас, залейте водой градусов 70, размешайте буквально секунд 5, и вы насладитесь таким вкусом картофельного пюре. Причем не вредного, поскольку без высокой термообработки, но с таким вкусом, как называется у бабушки из деревни когда-то, годы десятилетия назад. Причем сырье все это органическое, экологически чистое, в основном собственных плантаций, собственных участков. А что такое продукты, лишенные воды в вакуумной упаковке, тем более готовые уже виды пищи? И это вкусно, это полезно, это долго хранится. Это можно с собой брать в поездки, тур, походы, в экспедиции, когда каждый грамм веса, как говорится, жизненно важен и может быть лишним по нагрузке. Но вы знаете, что и космонавтам в тюбиках или в дегидрированном виде для уменьшения в том числе и веса, и объема хранения тоже применялась эта технология. Изначально она-то и была разработана для космонавтов. Вот в чем дело. Итак, на нашем сайте nadgard.ru, собственно говоря, все это есть, но под этим видео, для вашего удобства, на каждый из разделов этих продуктов я оставлю вам ссылки. Нажмете, попадете в раздел, пожалуйста, приобретайте, храните, пусть будет это в запасе, потребляйте, это все хранится. Ну, официально требуется указывать два года, но реально это 10, 20 и более лет. Четвертое, это консервы. Ну, тут все понятно, в самом начале 20 века консервы были изобретены, ну, по крайней мере, массово начали их производить, когда была Первая мировая война, вот тут как раз расцвет консервного дела был. В основном это было мясо, тушенка и так далее, хотя консервы могут быть и веганскими. Но тут выбор за вами, за каждым. Понятно, что человек может по мере своего знания и понимания хранить любые консервы и покупать. Но мы пошли путем своим, этическим путем, принципиальным для нас путем, поэтому мы начинаем производство, уже есть веганские. Более того, сыроедные веганские, как и продукты молекулярной сушки, консервы и для человека. То есть различные, скажем так, аналоги привычным мясным консервам, вкусные, питательные и действительно полезные, но не только для людей, но и для животных, для кошек и собак. Так что на нашем сайте надгар.ру вы тоже сможете их найти, приобретать. Они очень долго хранятся, ну и соответственно можно пользоваться. Ну а на пятое место я поставил концентраты витаминов и минералов, которые могут храниться не как витамины, которые вы покупаете, скажем, ну там 2 года срок хранения, ну совсем уж синтетических 3-4, а натуральные при этом, они могут реально храниться десятилетиями. Это вот, например, спирулины и хлорелы. Все, в принципе, больше ничего не нужно. Вот, дорогие друзья, если вы будете иметь вот эти продукты, это будет и питание разнообразным, это можно хранить десятилетия, но у кого есть возможность, конечно, закупить на десятилетия или там на годы вперед, это не будет занимать какое-то безумное количество места, а пищевая ценность, ну считайте, вот вы заливаете водой в 10-20 раз воды больше, правильно, в продукте? Ну вот представьте при высокой пищевой ценности, что как уменьшаются объемы хранения. Ну а что касается спирулины и хлорелы, это уникальные водоросли, в составе которых практически вся линейка витаминов группы В, А, Е, прочие, это минеральная высокая ценность. Некоторые люди, только начиная их потреблять, у них начинают вырастать волосы или темнеть. Если человек терял волосы в последнее время много, прекращается потерять волос, потому что человек впервые, может быть, за долгие годы перестает испытывать дефицит многих важных питательных веществ. Я советую принимать спирулину или хлорелу, можно чередовать таблеток, если они не в порошке, а спрессованы в таблетке, это просто удобно, я так потребляю, по 10-15 таблеток два раза в день, скажем, прямо во время еды, либо после еды, сразу после еды запивая, ну там, глотком двумя воды. Еще раз скажу, хоть официально на упаковках два года написано срок годности, это так обязывают, писать больше нельзя, то реально это десятилетие не будет потерять никаких питательных веществ. Но есть очень большая одна хитрость, если вы боитесь, что все-таки будет, а упаковка надежная, влагонепроницаемая, то вы можете заморозить, если, конечно, у вас есть большие объемы морозильных камер или морозильных ларей, вот скажем, как у меня, то туда можно поместить эту продукцию и другую тогда уже, и вот тогда продукты будут храниться, ну, столетия и тысячелетия, пока, как говорится, есть заморозка. В подтверждении моих слов скажу, вы же слышали о том, что на Шпицбергене и не только там есть мировые хранилища, и семян, которые рассчитаны на столетия как раз хранения, и продуктов стратегических разных, так, так. То есть, что я говорю? Ну, абсолютную прописную истину. Идем далее. Масла, как известно, прогоркают. Кроме кокосового масла в стеклянной банке, оно уникальное, оно не будет окисляться, и если вы в холоде держите, то до 10 лет, а если в морозильнике, вечно можно хранить. Ну, или сливочное масло, но тогда его надо обернуть, замотать многослойно в стретч-пленку, чтобы воздух не проходил, и тогда в морозилке это тоже будет храниться долго. Но, сразу скажу, что идеальная температура очень долгого хранения, когда мы говорим о десятилетиях и более, это не минус 18, и реально в холодильниках у вас не 18, а гораздо выше температура, это пишут 18. А я говорю о морозильных ларях профессиональных, где температура 25-28 может быть. Вот тогда да. Тогда речь идет про столетие. Да, кто-то скажет, морозильники столько не прослужат. Ну, опять-таки, у кого есть возможность, можно закупить и хранить морозильники, когда испортится один, переложить в другой, в третий, в пятый, но есть очень качественные, которые должны работать без перерыва десятки лет. Там 40-50 лет, например, австрийской сборки морозильники Липхер. Вот у меня такие, в свое время я их много брал, и скажу вам так. Из десятков морозильных ларей, именно австрийского только, даже не немецкого, тем более не польского производства, ни один у меня не вышел из строя за уже, сколько я вам скажу сейчас, ну, за 12 лет. Ну, сколько я ими пользуюсь. Далее. Хотя ледники без всякого электричества тоже можно делать. Это, конечно, тема отдельного видео, но просто вам скажу, кто-то имеет дачный участок, хутор какой-нибудь уединенный к поселению, да и денег, допустим, нет на дорогую технику, да никаких проблем. Тем более, кто-то скажет, электричества может не быть, если уж мы говорим о больших запасах. Никаких проблем можно сделать ледники. Ну, и все же про заморозку еще раз. Заморозка сохраняет все. Почему? Ну, пожалуйста, заморозьте зерно, разморозьте, потом сделайте эту процедуру хотя бы еще раз пять. И попробуйте прорастить. И если у вас зерно прорастет, то что вы должны ответить сами себе на вами же поставленный вопрос, теряются ли питательные вещества при заморозке. И вы себе, как человек разумный и логичный, должны сказать, разумеется, нет, потому что практика критерий истины, и даже не надо разбираться в какой-то науке. Достаточно верить своим глазам и иметь здравый смысл. Все, точка. Вопрос навсегда закрыт. И, например, в этом смысле уже гигантское количество продуктов можно запасти и хранить десятилетиями, даже столетиями. Если, скажем, даже очищенные кедровые орешки, хотя, конечно, они начинают окисляться отчасти, но если их запаковать в вакуум и заморозить в вакуумных упаковках, тогда даже через 50 лет вы откроете, эти орехи можно есть. И так про заморозку все понятно. Еще немножко о запасах. Ну, как говорится, в общем ключе, так сказать. Корма для кошек и собак сухие тоже можно хранить долго, а если убрать в морозилке, то в десятки раз дольше. Мы, кстати, выпускаем уникальные веганские сыроедные в мире первые сыроедные корма для кошек и собак с полной пищевой ценностью. То есть на них уже 2-3 поколения выросла кошка и собак. Эти корма полностью в питательном смысле достаточны, и более того, они лечебны. То есть болезни, которые животные ваши приобрели на тех кормах, которыми вы их кормили, то есть вареными, жареными, тем более сделанные не пойми из чего, так вот это дело поправимо. Даже иногда, ну кроме тяжелых случаев, нашими уникальными кормами, переходом на них. Ну а когда уже есть болезни, тоже наперед скажу, что есть лечебные грибные препараты, которые лечат очень многие болезни, как у людей и у животных. То есть у кошек, собак. Говорим о них сейчас. Дорогие друзья, посмотрите непременно мои, вот хотя бы эти видео. Первое, о хранении. Давно я это видео сделал, почти лет 10 назад уже, как мы храним в морозилках, в холодильниках. И не только. И рекомендации про подвалы, там есть про хранение в подвалах. Это первое. Второе, про наше хранилище зерна. Про новый вид моей деятельности. Это в том числе продажа биозерна и круп в дальнейшем муки и хлеба. И третье, это самые важные продукты и товары на случай войны катастрофы. Ну, что называется, предупрежден, вооружен. Как говорится, есть запас, всегда его можно есть. Это не нагнетание паники или каких-то, так сказать, обстановок неприятных, а просто запасливые люди, разумные люди всегда имели и должны иметь сейчас тоже в том числе эти запасы. Да мало ли какой катаклизм будет, правильно? Ну вот. Там я очень подробно все пояснил и про другие запасы, кстати, в этом видео. Не только про продуктовые, и про мыло. Очень интересные вещи рассказал. Про зубной порошок, про соду, продукты на обмен и товары на обмен, на продажу. От маленьких иголочек, которые в тысячи раз по цене вырастут. И ниток, и до всего, что вы услышите в том видео. Посмотрите, кто его еще не видел. Оно довольно-таки популярное, более миллиона просмотров уже набрало, но вы, возможно, не видели. Ну и в завершении просто вопрос к вам, уважаемые зрители. Мне этот вопрос, ну их приходят подобных сотни, но все же вот под видео про фалаты, уникальную фулевую кислоту, мне написал один человек такой вопрос. Добрый вечер, можно ли применять фулевую кислоту вместе с грибом веселкой в качестве профилактики после перенесенного рака молочной железы? И в этой связи у меня вопрос к вам. Действительно, многие почему-то, хотя для меня странно, по крайней мере, не понимают про совместимость. Как вы думаете, стоит мне сделать видео, которое будет вот так и называться, что про совместимость продуктов питания, биодобавок, лекарств и препаратов иного рода между собой? То есть, как применять, что совместимо, что несовместимо, как тогда по времени разнести, что до, что после еды? Вот все это, чтобы вы уже никогда ни у кого не спрашивали, не тратили свое время, знали все сами и ответили себе на любой из этих возможных вопросов уже сами. Стоит? Тогда напишите, не поленитесь под этим видео в комментариях, что да, я прошу сделать такое видео про совместимость продуктов. Для вас это буквально несколько секунд написать, ну а для меня с вами обратная связь, потому что, чтобы я или тратил свое время, или это будет впустую. Нет смысла мне тратить на это часть своей жизни. Ведь вы-то секунды потратите, а я-то часы. Итак, жду от вас обратную связь. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. И посмотрите мое интервью в видео с моим старым знакомым про определение черт и качеств человека по дате его рождения. Есть такая наука, не знаю, как можно правильно сказать, что это наука, не академическая, разумеется, но однако поразительные вещи. Там, правда, гораздо все глубже и шире. Я примитивно дал образ. Ссылку на это видео я оставлю. Посмотрите, будет интересно, там ознакомитесь с этой информацией более подробно. Ну она, конечно, например, просто можно сказать, ну не то что необходима, но очень бы помогла тем, кто, скажем, берет на работу кого-то. Или кто создает какой-то коллектив. Ну, скажем, ребята объединяют свое поселение, хотят поехать строить новую жизнь. Ну, предположим, а далее сами уж соображайте, для чего это можно использовать. Ну, на самом деле, это прям о человеке можно сказать, ну не все, но очень многое. Знаю методики, как это делать. В общем, объяснил, где посмотреть ссылку, а дальше уже решайте сами. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.